А когда на море качка и бушует ураган, то самое время встать у штурвала настоящему командиру и вести свой флот к победам. В уникальной игре с мировым именем World of Warships собери свою коллекцию кораблей, прокачивай их, кастомизируй и врывайся в бой, как в последний раз. Помогай союзникам, выполняй задачи, отдыхай и побеждай. Атмосфера настоящего морского боя только в World of Warships. А при регистрации по ссылке в описании каждый получит легендарный крейсер Аврора, неделю премиум аккаунта, 500 дублонов и 1 миллион кредитов. Приветствую вас, зрители канала Brodex. Давно у нас не было никакого волшебства и колдунства, аж скучно стало. Но сегодня мы это все исправим. Один мой незнакомый маг из подворотни подогнал мне волшебного порошка. Говорит, с его помощью я смогу путешествовать по мирам. И дал карту для путешествий, видимо. Сейчас мы тут наколдуем. Так, одна дорога, чтобы попасть в прошлое, он сказал. Вторая дорога нужна, чтобы вернуться назад. А дальше что с ними? Давай, кто я? Где я главная? Так, о, ружье. Это хорошо. Вооружен, значит, ко всему готов. Шляпа пойдет. Борода. Борода на месте, самое главное осталось. Так, вещи какие-то для сельского клуба нормально. Где я хоть? Что там делается? О, бронепоезд. Красные мундиры стреляют в таких, как я. Ага, ага. Все ясно. Я в Южной Африке. В самом разгаре англо-бурской войны. Не путать с англо-бурятской. Так, а за кого я? Ну, давайте следовать английскому ненавистному дедуктивному методу. Я не в красном мундире. Это раз. Я ненавижу англичан. Это два. Значит, я бур. Все ясно. Сейчас пойдем стрелять англичан. Итак, друзья, перед тем, как начнем стрелять в англичан, надо же все-таки разобраться, кто это такие буры. И почему они воевали с англичанами, или вернее англичане с ними. Первыми колонистами на юге Африки были голландцы. Чуть позже к ним присоединилось множество переселенцев с Германией, Данией и Францией. Они покорили местные племена и начали строить свои фермы и вести хозяйство. Тогда же их и начали называть буры. Слово бур на голландском означает крестьянин. Сами буры считали такое прозвище слегка унизительным и называли себя африканеры. После ряда конфликтов с Британской империей буры оставили капскую колонию, которую захватили англичане и переселились в другие места. Основали там два своих небольших государства. Две республики. Одна называлась Оранжевая Свободная Республика или просто Оранжевая Республика. Другая Южноафриканская Республика или Трансваль. В своих государствах буры-африканеры получили то, что хотели. Свободу от Англии и ее законов. Жили они себе спокойно на отдаленных друг от друга фермах. По воскресеньям читали вслух Библию в кругу семьи. Вроде пастораль и сельская идиллия. Но тут на границе Оранжевой Республики и Капской колонии находят месторождение алмазов. А чуть позже и крупные залежи золота. И англичане снова проявили интерес к бурам. Британская империя на правах сильнейшего начинает ставить африканера мультиматумы. О добыче всего этого богатства. Потом угрожать. И в 1899 году вспыхивает англо-бурская война. Несмотря на начальные успехи буров, она заканчивается их полным поражением. В 1902 году республики африканеров перестают существовать. Их территории были включены в состав Британской империи. Но не смогли два небольших государства, в которых отсутствовала и регулярная армия, и тяжелое производство, и поддержка извне тягаться на равных с самой сильной и крупной империей. Чем же питались бурые африканеры в своих рейдах против английских войск? На привале готовилась вот такая вот то ли каша, то ли рагу из фасоли, кукурузной крупы, картошки, лука, острого перца, лимона и сливочного масла. Как по мне жуткая смесь, друзья. Такое ощущение, что буры просто приносили, что у кого было с собой, и кидали в общий казан из разряда «А у меня есть жменя фасольки», «А у меня картофан завалялся», «Лычок», «А в конце доставали откуда-то еще шмат масла» и туда же. Жуткое кашло. Кукурузная каша была очень популярна у африканеров. Крупа была двух видов помола – сэмп крупного помола и пап мелкого помола. Кукурузе по популярности лишь немного уступали бобовые. Такое блюдо очень быстро переняли у колонистов коренное население Африки и начали его готовить со всевозможными своими вариациями, назвав его «умгкушо». Совершенно сумасшедшее название для совершенно сумасшедшего блюда. К этому хрючеву с труднопроизносимым названием шел хлеб крупного помола, либо лепешки, которые пекли непосредственно на привале. Лепехи могли делать из любой муки, какая была под рукой. Соус шебу – его брали буры во все свои походы. Придумали его, когда только колонисты начали заселять юг Африки. Основной едой тогда у них было мясо, добытое на охоте. Ну и организму требовались всевозможные растительные витаминки, чтобы болеть поменьше. Африканеры брали всякие известные им полезные растения, их варили, потом туда бросали соль, всевозможные приправы, корицу, карри. Короче, все, что было под рукой, это все переваривали и разливали по бутылкам. Получившийся соус африканеры начали добавлять во все блюда. Поливать им кашу, мясо, рыбу, да и есть просто с хлебушком. Сейчас соус шебу – один из символов южноафриканской кухни. Подают его во всех ресторанах и закусочных, но до сих пор нет его точной рецептуры. Каждый готовит его как хочет и из чего хочет. А это вяленое мясо – еще один из символов южноафриканской кухни. Называется оно бельтонг или бильтонг. Вообще, кухня буров была очень богата на всевозможные мясные блюда. Тут и аналог наших шашлыков, и всякое тушеное и жареное мясо, много колбас, котлет. Но это все готовилось дома, а в походы и на войну с собой брали именно такой бельтонг. Сырое мясо и даже солонина в южноафриканском климате очень быстро портились. И африканеры придумали мариновать мясо в уксусе, добавлять потом туда же соль, различные приправы, коричневый сахар. После этого мясо высушивалось под палящими лучами солнца, и его брали в походы. Чаще всего бельтонг делали из филе говядины, либо из мяса дичи. Для этого брались нежирные куски. Сейчас бельтонг, как и раньше, продолжают делать на юге Африки. Подают его к пиву и различным другим алкогольным напиткам, а также режут в салаты. Местные жители шутят, что бельтонг надо пробовать очень аккуратно, потому что он настолько вкусный, что к нему может развиться зависимость. А еще я заварил себе чашечку ройбуша, либо ройбоса. Напитка, получаемого из высушенных и измельченных листьев аспалатуса линейного, называемого еще также красным чаем. Это растение издавна использовалось коренным населением юга Африки для приготовления такого напитка. Белым колонистам он быстро понравился, и заменил им черный чай и кофе, которые к тому же надо было привезти и купить у торговцев, либо потратить много времени и усилий, чтобы вырастить. А этот красный чай аспалатус линейный, там рос везде. Достаточно было просто нарвать листьев, насушить и заварить вкусный напиток. Чай ройбуш считается не только очень вкусным, но еще и полезным для здоровья. Также он является сильным природным энергетиком и отлично утоляет жажду. Брошу в него только немного сахара. Ну, люблю я все сладенькое, там печеньки всякие, шоколадок, пампушек. Пампушки не сладенькие, но я их тоже очень люблю. Ну и в качестве десерта сушеные бананы. Сейчас это лакомство продается у нас в магазинах и называется банановые чипсы. А раньше их брали с собой колонисты и первооткрыватели Африки. В качестве легкой закуски по дороге. Сушеные бананы занимали немного места, были легкими и питательными, и долго не портились. И многие охотники буры брали их с собой в свои вылазки. Ну вот, вроде обо всем и рассказал, время и пожрать. Попробую вначале это адское кашло с труднопроизносимым названием. Острое, друзья. Очень сильно дает о себе знать красный перец. Картошка, бобы и кукуруза практически не чувствуются. Все перебивает лимон. Но потом приходит острая послевкусие перца. И такая остается, ну, серьезная острота. Может быть перца надо было ложить немножко меньше. С другой стороны мы его так вроде немного положили. А сейчас попробую это рагуз соусом шебл. С соусом и лепешкой острота немножко ушла. Но добавилось еще больше каких-то пряных вкусов. Это, видимо, от соуса. А нет, острота возвращается. Ее становится больше. Ну и после острого рагу попробуем бельтонг. Но будем его пробовать аккуратно, чтобы не подсесть на него. Прямой острый нож. Мясо вообще не жирное, как и должно быть. Вкусненько пахнет. Вкусная штука. Я понимаю, почему его подают под пиво и алкогольные напитки. Немного напоминает бастурму. Только здесь больше каких-то пряностей. И немножко больше сладостей. Наверное, потому что его все-таки замачивают с уксусом. И вот таким вот коричневым сахаром. Ну и запьем все это ройбушем. Который уже меня спас сегодня от остроты этого блюда. Вкусный напиток. Совсем не напоминает черный чай. Вообще не горчит. Если бы он у нас был так распространен, как черный чай, я, пожалуй, перешел бы на ройбуш. А если он еще и так полезен, как про него рассказывают, то я понимаю, почему бурые африканеры пили ройбуш. Попробую, как к ройбушу идут сушеные бананы. Классная штука. Кстати, и без ройбуша отлично идут. Сладенькие, хрустящие. Даже запивать не хочется. Отличный такой перекус для дороги. Да, ройбуш это, конечно, хорошо. Это вкусно. Это полезно для здоровья. Но скучно. Вы же понимаете, что сейчас будет. Как говорит древняя мудрость, без пива жить нельзя. И даже в Африке придумали, из чего делать пиво. Например, из сорга. Это травянистое растение из семейства злаковых растет во многих регионах Африки. Помимо того, что зерно этого растения можно есть, так еще и аборигены придумали, как делать из него алкогольный напиток, максимально напоминающий пиво. Процедура пивоварения из сорга была весьма сложная. И в итоге получался мутный красноватый напиток, который больше напоминал брагу. Разные африканские народы называли сорговое пиво по-своему. Пили его сразу по готовности, чтобы оно не испортилось на жаре. Крепость его была небольшая, всего лишь 2-3 градусов. Когда на юг Африки пришли белые колонисты, они применили чудеса науки к процессу изготовления соргового пива. Его существенно облегчили и ускорили. И в итоге получился продукт, максимально напоминающий им европейское пиво. Благодаря хорошей фильтрации в сорговом пиве стала меньше осадка. Сейчас такое пиво продолжают производить в Африке. И стоит оно там дешевле, чем любые другие сорта пива. Его даже пытаются делать в Америке и Европе. Но там оно не пользуется особой популярностью. Ну а так как я африканер, то буду пить это сорговое пиво. Прикуску с белтонгом. Вкус и запах соргового пива немного необычен. Оно мягче, чем то, что продается у нас. И пахнет какими-то пряностями, специями, не знаю. Но в любом случае это пиво и с белтонгом оно идет отлично. Что ж, друзья, подведем итоги. В южноафриканской кухне смешались кулинарные традиции и продукты коренного населения и приезжих белых колонистов. На данный момент южноафриканская кухня считается самой экзотической во всей Африке. Что же касается обеспечения продовольствия в армии буров, то этим занимались сами стрелки. Так как как таковой регулярной армии у африканеров не было. По сути дела это было ополчение с выбранными или назначенными офицерами, которые зачастую были иностранными добровольцами, приехавшими со всего мира воевать против Британии. Армия буров постоянно испытывала нехватку всего, начиная от винтовок и патронов, заканчивая простыми консервами. Ведь республики африканеров были аграрными и не производили практически ничего. Друзья, это не армия, это сборище любителей пострелять по англичанам. Патроны почти закончились, консерв нормальных нету, вместо этого выдали газету. Ну ладно, хоть почитай, что в мире творится. Ооо, вы представляете, англичане меняют красные мундиры на цвет хаки. Кошмар какой, было так классно в них раньше целиться, издалека видно, красное пятно бежит. Что? И бронепоездов больше подгоняют, пулеметы, пушки, концлагеря, увеличение контингента. Хана этим буром. Опа, я чувствую, проиграют эту войну, пора отсюда сваливать. Где там мой волшебный порошок? Вы, друзья, пока подписывайтесь на наш канал и инстаграм, не забывайте лайкать и репостить нас. Ну и присылайте нам всякие там костюмы, доспехи, оружие и пожертвования, чтобы мы могли и дальше снимать наши ролики. Так, одна дорога, чтобы вернуться домой. Домой хочу, домой хочу. В линее дорога. Ты безнадежен. Встань, пожалуйста, уйди, чтобы я пустую поляну. Стул поставь, пожалуйста, на место. Алло, гараж. Стул. Все. Все.